Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Я приветствую вас в проекте Joomla Sensei, урок номер 126. В этом уроке я хочу вам показать возможность отправлять письма вашим пользователям массово через Community Builder. То есть это некое общение с вашей аудиторией. Возможно, у вас есть какая-то информация, какие-то новости с сайта, о которых вы хотите оповестить ваших пользователей. Для этого мы переходим в Community Builder, переходим в менеджер пользователей и у нас вот здесь есть такая кнопка массовая рассылка. Вы можете выборочно отправлять письма вашим пользователям, то есть они у вас будут находиться все здесь. То есть вы можете просто кликнуть на верхний чекбокс и выделяются все. То есть отправится одно письмо, созданное вами абсолютно всем пользователям. Или вот так вот по галочкам можно выделить определенных пользователей. Например, оповестить только ваших модераторов. Но перед этим, перед отправкой, все-таки я еще раз уточню. Зайдем в Система, Общие настройки, перейдем в Сервер, прокрутим ниже и в правой части Email сайта. У вас обязательно должен здесь стоять ваш email, привязанный к вашему домину. Иначе это работать не будет. То есть отправку вы никакую не совершите. Как привязать email, то есть новый создать email, привязать его к вашему домину, вы можете посмотреть бесплатные уроки от самой компании Mail.ru. То есть если вы будете создавать почту именно у них. Это называется у них бизнес-почта. Такой же ящик можно создать на Google, но насчет Яндекса не знаю, не смотрел. То есть это не сложно, это можно сделать благодаря уже готовой инструкции от профессионалов. То есть я об этом уже много раз говорил и упоминаю еще раз. То есть сейчас у меня здесь стоит все верно. Стоит email, который привязан к домену, он правильно настроен. И поэтому сейчас я отправлю письма и мы зайдем в одно из писем, чтобы просто вам показать, как все доходит, все работает. Переходим обратно в панель управления. Точнее надо было перейти сразу в менеджер пользователей. По поводу отправки. У меня здесь практически все мейлы вымышленные, но вот я могу, в принципе, вот здесь это мой email и внизу также мой email. То есть выделяю, вот хочу отправить письмо двум человекам. Нажимаю массовая рассылка и здесь смотрим. Вот здесь вверху будет показано, значит, перечислен весь список ваших email. Некоторые поля заполнять вообще не обязательно. Кстати, вот есть режим имитации, можно поставить галочку и проверить, как это будет выглядеть. Тема. Ну, я пишу просто привет. И здесь самое интересное, у вас есть возможность загружать HTML письмо. То есть вы можете вот в этом области тела письма написать все, что угодно, ваш текст. Сделать это цветом. Можно загрузить картинку прямо в письмо. Я, к примеру, возьму просто Joomla. В общем, текст вашего письма располагается в этой области. И, соответственно, можете его редактировать, как вам нужно. В письме он будет выглядеть так же. Дальше поля. Их, в принципе, все можно оставить пустыми. Но я рекомендую поставить имя отправителя, название вашей фирмы, там, что у вас за сайт. Название вашего сайта или ваше имя я поставлю просто Федя. То есть прикол в том, что если вы это поле оставите пустым, там будет подставляться автоматически левое слово типа регистрации или что-то такое ненужное. Поэтому здесь имя отправителя мы проставляем. Давайте протестируем. Нажимаю на кнопку Send Mailies. То есть это кнопка отправки. Здесь у нас показывает индикатор, что у нас отправилось два письма. Здесь все подтверждается. Я вижу, внизу сигнализирует у меня агент, что письмо пришло. Сейчас мы с вами его посмотрим. И здесь есть возможность вернуться, кликнув вот по этой ссылке, щелкнуть здесь для возвращения в менеджер-пользователь. То есть возвращаемся в исходное положение, так сказать. Переходим в почту. Вот, пожалуйста, видите, Федя. Это то, что как бы имя отправителя. Обязательно здесь укажите. То есть я вам просто показываю, где это отображается. Дальше вот видно уже в письме привет и демо. Если зайдем внутрь, смотрите, поддерживается. Вы видите это. HTML, то есть жирность текста, картинка джумла прикреплена. То есть можно очень даже неплохо оформить письмо. Все бы хорошо, но есть, конечно же, но. По мере роста вашего сайта, если у вас будет много пользователей, здесь нужно будет уточнять у хостера, а именно у вашего тарифного плана на хостинге. Сколько хостинг позволяет в час отправлять письма? То есть у каждого хостера это по-разному. У моего хостера hosting.ua, кстати, ссылка на этот хостинг будет в описании к этому видео. На том тарифном плане, на котором я сижу, хостер говорит, что я могу отправлять 200 писем в час. Согласитесь, это будет неудобно, если у вас уже будет количество пользователей зашкаливать за тысячу. Это может растянуться на целый день, отправлять по 200 писем. И здесь у нас просто обычная рассылка. То есть рассчитано на небольшой какой-то сайт. Вот. Если у вас будет больше тысячи подписчиков, то есть пользователей, здесь будет тяжело отмечать 200 подписчиков вот чисто вот так галочками, потом отмечать еще 200, через час отправлять. Это нужно все сделать в автоматическом режиме. То есть, конечно, это простая отправка, она здесь вам не подойдет, будучи ваш сайт уже крупным. Для этого я рекомендую компонент ACMailing. Я сам его использую на сайте, там уже можно автоматически задать, сколько писем в час отправлять. И система сама автоматически через час, через каждый час будет отправлять по 200 писем. То есть это просто я вас предупреждаю. Если вы совсем новичок, то вы должны уже как бы это понимать. Потому что вот это все рассылка, это все вообще серьезная вещь. И все эти ужесточения, все вот эти вот привязка к домину, ограничения на отправку писем. Это все изначально связано за счет спамеров. То есть они нам усугубляют жизнь. И за счет них вот с годами начинается такая, так сказать, борьба с ними. Ужесточение политики мейловых компаний. То есть этот вот привязка к домину. Раньше, несколько лет назад, мы могли бы создать любой ящик без заморочек на Mail.ru и с этого email отправлять кому угодно. Ну а у хостинга там свои параметры. Можно взять тариф подороже, и там уже будет тысячи писем в час отправлять, например. Но если вы только начинаете, если вы только начинаете делать сайт, все равно уточните у вашего хостера, сколько он позволяет на вашем тарифном плане в час отправлять писем, чтобы вы знали. Просто там сработает лимит, и больше заданного как бы лимита вы не сможете отправить. У вас там будет ошибка, вам придет даже на email письмо, что у вас превышен лимит отправки писем в час. Ничего страшного тут нет, просто вы должны об этом знать. Узнали, сколько писем вы отправляете, посмотрите, сколько у вас подписчиков, какая периодичность. Может быть у вас там один человек в неделю регистрируется, и у вас там максимум 100 человек, и это месяцами длится. Но эти 100 человек важны для вас люди. Они, возможно, ваши клиенты, вы с ними общаетесь. Тогда в данном случае подойдет вам инструмент отправки писем именно Community Builder. Надеюсь, все доходчиво разъяснил. Если вам понравился урок, поддержите меня лайком и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. На этом я с вами прощаюсь, и до нового видео. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или с сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostic. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok